Аркам ТВ представляет потому что окружение изменчиво. За многие столетия до рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и до неспосылания Корана, в мире существовали свои порядки. Хочу обратить ваше внимание и напомнить самому себе о том, какие модели общества доминировали в те времена. Одна часть мира принадлежала к христианской цивилизации. Были также и другие цивилизации — китайская, индийская, персидская и другие. У каждой из этих цивилизаций был свой подход к организации общества. Приведу в пример христианскую цивилизацию. Христиане выдвинули идею о том, что некоторые люди по рождению предназначены для того, чтобы править. Бог хочет, чтобы именно они были правителями земель. Тот факт, что у них есть власть и сила, означает, что этого захотел Аллах. Эти люди особенные не потому, что они чего-то добились, а просто потому, что они королевских кровей, просто потому, что они родились у власть имущих, они лучше остальных. Далее. Второе сословие этого общества — некоторые люди, избранные Богом, являются святыми. Это священники, духовенство. Это единственные люди, у которых особая связь с Богом, и они лучше остальных знают, кто есть Бог. Никто другой не может этого постичь. Это люди, которые понимают религию и волю Господа. Они единственные, кто может говорить от имени Бога. Если кто-то не согласен с ними, значит, он не согласен с самим Богом. Эти два сословия, аристократия и духовенство, взаимодействовали и защищали друг друга. Духовная элита шла в народ и проповедовала, «Подчиняйтесь своему королю», потому что Господь избрал его. Они следили за тем, чтобы народ оставался верным своему королю и правящему классу. Правящий класс, в свою очередь, приходил к духовенству. «Мы будем финансировать вашу церковь. Мы защитим вас. Мы позаботимся о том, чтобы все вас слушали. Если кто-то не согласен с вами, мы убьем его». Таким образом, все слушают духовенство, а духовенство поддерживает правящий класс. Это система, которую они создали. Затем появился третий класс людей. Итак, первый класс – это политическая элита или аристократия. Второй – это духовенство. И третий класс – это финансовая элита. Люди с деньгами. Господь благословил некоторых людей, дав им богатство. И если Бог дал им так много богатства, значит, он их любит, больше остальных. Их предназначение – быть хозяевами, владельцами земель, в конце концов, богатыми людьми. Нам же надлежит служить им. Это наша роль в этой жизни. И эти три сословия можно назвать прочной троицей. Правители, духовенство и финансисты. Все остальные – простолюдины. Элите надлежит принять свою доминирующую позицию, простолюдинам принять роль подчинения. Итак, это была христианская модель общества тех времен. У китайцев была своя версия. У индусов, зороастрийцев и прочих – своя. Но у них у всех есть общая черта. Сюда же можно отнести цивилизацию древнего Египта с его фараонами. Та же модель общества. Фераун верит, что он бог. Он избран богами, у него божественная кровь. Духовенство учило, что фараоном можно стать только по рождению. Далее идет класс землевладельцев, который эксплуатирует всех остальных. Такова система тех времен. Верхние три класса поддерживают друг друга, и к ним закон неприменим. Если обычный человек совершит преступление, то его накажут. Но если преступление совершит выходец из верхних слоев общества, то он наказан не будет. Верхние три класса я найду способ, как не наказать одного из них. Однако элита будет рассказывать, что закон для всех един. Хотя фактически эти три группы находятся над законом. Подобная система существовала даже в Мекке во времена пророка саллиллаху алейхи ва саллим. Курайшиты верили, что они являются хранителями Ка'абы. Такие своеобразные короли Мекки. Также там были люди разных религиозных классов, где у каждого был свой идол. Они поддерживали мекканцев урайшитов. Никто не связывался с мекканцами, они привилегированный класс. Поэтому, когда мекканцы путешествовали по своим делам, никто на них не нападал. Они были защищены духовенством. И, конечно, мекканцы были очень богаты. Не с посылания Корана пророку саллиллаху алейхи ва саллим, с самого начала было революцией. Аллах учит нас тому, что никто не достоин поклонения, кроме Него. Он создал всех людей из одного человека, из Адама, мир ему. Это значит, что нет никакой голубой крови аристократов, фермерской крови, рабской, господинской, господской, крови богачей, бедняков. Есть только кровь Адама, мир ему. Нет никакой разницы в происхождении между людьми. В мечетях не бывает специальных рядов для аристократов, духовенства, богачей, бедняков и так далее. Кто-то, принадлежащий к родовитому племени, как, например, Хамза, да будет доволен им Аллах, будет стоять рядом с Белялем, да будет доволен им Аллах, который был рабом. Все в перемешку стоят в одном ряду, и богатые, и бедные, и знатные, и рабы. Аллах не просто в теории говорил о равенстве, Он реализовал его на практике. Когда мусульмане вместе стоят в молитве, это демонстрирует, что все люди равны. Мусульмане при входе в мечеть снимают не только обувь, но и все свои титулы, родословную, ученые степени, посты, должности, и только затем входят в дом Аллаха. Все вспоминают свою рабскую сущность перед Богом. Они все абсолютно равны. Хотя Коран не отрицает иерархию среди людей, только это иерархия другого рода. Некоторые люди могут быть лучше остальных. Но по какому критерию Коран считает одних людей лучше остальных? Самый почитаемый, самый благородный, перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Слово «акрам» «самый благородный» очень важное, потому что, когда араб слышит это слово, ему на ум приходят три вида знати, которые мы упоминали. Аллах говорит, что самый почитаемый и благородный среди людей это тот, кто больше остальных знает Аллаха, осознает Его, кто больше всех поминает Его. Другими словами, наиболее богобоязненный. Как определить, кто лучше? Тот, кто более предан Аллаху, более предан справедливости, принципам, истине, честности. Тот, кто добрее, лучше. Кто более правдив, тот лучше. Кто более полезен для своей семьи, тот лучше. И не имеет значения, миллиардер он или бездомный. Не важна его родословная, не важно, какого цвета его кожа, потому что «такуа» богобоязненность находится внутри, а не снаружи. Все, что снаружи, одежда, цвет кожи, достижение, признание. Все это не важно для Аллаха. Еще одна примечательная вещь об элитах. Им нравится иметь слуг. Им не нравится делать что-то самим. Представьте, как сидит король и по щелчку его пальцев ему приносят воду. Кто-то приносит фрукты, кто-то машет веером. Если он слышит шум снаружи, его охрана идет разбираться. Король не собирается сам решать проблемы. Он скажет другим людям делать это за него. Аллах обращается в Коране к элитам. К слову, если вы внимательно прочитаете, то заметите, что в большинстве мекканских сур в первых откровениях Аллах обращается к элитам, к богатым и сильным. Аллах судный день спросит их, где же ваша охрана? Где ваши слуги? Почему вы одни? Они будут унижены в тот день. Вкушай, ведь ты могущественный, благородный. Нет у вас, кроме Аллаха, ни покровителя, ни помощника. У них не будет защитника или помощника. Когда король в этом мире попадает в беду, он идет за помощью в церковь. Когда церковь попадает в беду, она идет к королю. Когда у них обоих проблемы, они идут к богачам и помогают друг другу. Но наступит судный день, и король воскликнет, где мои люди? Мне нужно позвонить. Мне не к кому обратиться. Коран разрушает эту иерархию. Все люди равны. Все люди заслуживают того, чтобы жить достойно. Нельзя считать, что кто-либо родился в низшем классе. Никто не заслуживает меньшего уважения только из-за того, что у него меньше денег. Никто не заслуживает большего уважения, потому что у него больше власти. Уважение исходит из таквы. Это совсем иной источник достоинства и уважения. Исламская мысль прекрасна, но в то же время она была очень опасной для сложившегося в то время мирового порядка. Это актуально до сих пор. По идее, мусульманин не может бездоказательно говорить всем, что им делать и ожидать, ожидая, что люди не будут задавать вопросов. Напротив, если я скажу вам что-нибудь, вы имеете право задать мне вопрос или возразить. Эй, твои слова не имеют смысла. Откуда ты это взял? Какие у тебя доводы? Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду. Но если вы относитесь к духовной элите и говорите от имени Бога, то вас никто не имеет права ни о чем спрашивать, потому что задавать вам вопросы это то же самое, что задавать их самому Богу. Ислам разрушает такую систему. Вот почему мусульманская научная традиция сильно отличается от еврейской, христианской или любой другой. В нашей научной традиции один ученый напишет Тафсир Корана, другой ученый напишет другой Тафсир и будет дискутировать с первым. Он написал то-то, я с ним не согласен и вот почему. И никто не говорит, смотри, это же куфр. Как он мог не согласиться с таким-то? Никто не является святым или безгрешным. У нас нет святых. Мы все люди. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы попытаться понять слово Аллаха. Ученые могут не соглашаться друг с другом, до ислама ни у кого не было доступа к Библии. Невозможно было просто взять и прочитать Библию. Нужно было пойти в церковь и там уже вам бы рассказали, что написано в Библии. У людей не было копий Торы или Евангелия. Они знали основные мольбы и молитвы, но полный текст был в распоряжении церкви. Текст был в распоряжении раввинов. Последнее откровение в этом плане отличается от предыдущих. Коран был не спослан ни как текст, который нужно беречь ото всех в определенном месте, чтобы доступ к нему был только у избранных. Коран был выучен наизусть и распространялся устно и письменно. Любое ухо могло его услышать. Священное Писание больше не являлось секретной информацией. Доступ к Корану был и есть у каждого. Это уже само по себе было революционным. У каждого есть доступ к образованию, доступ к словам Аллаха. Каждый должен размышлять над словами Аллаха. Затем человеку следует идти к тем, кто знает больше, чем он, учиться у них и задавать им вопросы. Что значит это? Что значит то? Нужно спрашивать, задаваться вопросами, быть вдумчивыми верующими. Не нужно быть верующими просто потому, что кто-то сказал, что так надо, ничего не объясняя. Вера должна исходить изнутри. Согласно убеждению, это была глубокая революция ислама. Вот что принес миру пророк саллиллаху алейхи ва саллим. Я рассказываю это вам, потому что мы живем в определенный период истории. Прошло полторы тысячи лет с момента прихода пророка саллиллаху алейхи ва саллим. Коран написывает людей до нас. Прошло много времени с того момента, как им было даровано Писание. А что происходит со временем? Забываются вещи, про которые люди помнили в начале. Наша религия становится просто частью нашей культуры. Все остальные религии уже прошли этот процесс. Мы рождаемся в мусульманской семье, в мусульманском сообществе. Все вокруг нас мусульманское. Мы никогда не задаемся никакими вопросами. никому их не задаем. Мы просто принимаем ислам, потому что живем в исламской среде. Пожалуйста, вслушайтесь. Мы следуем исламу, потому что наше окружение исламское. Наш ислам не исходит изнутри, он исходит извне. Но времена изменились. Сегодня неважно, где вы живете, в Тринедаде, в Техасе, в Пакистане, на Тайване или в любой другой точке мира. Ваше окружение это не только физически окружающие вас люди. Ваше окружение это и то, что у вас в телефоне. Ничего подобного в истории человечества раньше не было. Люди никогда не подвергались такого масштаба воздействия информации со всех сторон. Ваша среда больше не может обеспечить безопасность и комфорт вашей веры. Даже если вы окружены мусульманами. Это уже так не работает. Наступили другие времена. Сегодня тебе бросают вызов. Ставят под сомнение твою веру. Сбивают с толку. Теперь у тебя есть два варианта. Если ты хочешь сохранить веру или полностью отключить себе интернет. Никаких соцсетей. Никаких контактов. Я просто хочу остаться в числе тех немногих людей, с которыми моя вера будет под защитой. Все остальное фитна, куфор, то, что разрушает меня. К слову, пару тысяч лет назад церковь говорила обществу. Не учитесь, не задавайте вопросов, не интересуйтесь, потому что если вы узнаете что-то лишнее, это разрушит вашу веру. Вот что говорила церковь людям. Вот почему они сжигали книги. Они не хотели чтобы люди учились. Если люди начнут подвергать сомнению христианства, это разрушит всю их систему. Они не могли этого допустить. Если наше решение состоит в том, что нам лучше ничему не учиться, нам лучше спрятаться, чтобы защитить наш иман, то в таком случае мы забудем, кто мы есть на самом деле. Аллах дал нам религию не для того, чтобы прятаться от людей. Напротив, он дал нам религию, чтобы мы могли бросить вызов своему окружению. Эта религия не убегает от фитны, она ее заканчивает. Поэтому Аллах называет религию дин или милля нашего отца Ибрагима мир ему. Ибрагим мир ему был окружен ширком. Он постоянно задавал вопросы своему окружению, дискутировал. Мы не можем считать себя последователями религии Ибрагима мир ему, если внутри нас нет веры. Давайте поразмышляем вместе. Мы часто упускаем эту мысль. Подавляющее большинство людей, которые первыми услышали Коран во времена его неспосылания, были неверующими. Большую часть времени Коран неспосылался в немусульманском обществе. Сегодняшние мусульманские в протяжении многих столетий оставались немусульманами. Каждый аят Корана бросал вызов их культурам, семьям, окружающей их среде, их образу жизни, их свободе. Коран бросал вызов всему. Почему мусульмане оставляли свои семьи, культуру, свободу, комфорт, жертвовали всем ради принятия истины? Есть нечто могущественное в слове Аллаха, нечто сверхъестественное, удивительное в его словах. До принятия ислама люди могли есть, что хотели, могли делать все, что хотели, могли убивать, кого хотели, вести себя так, как хотели, говорить, что хотели. И вот пришел ислам и наложил ограничения и запреты, что им есть, на ком жениться, как себя вести, как вести бизнес? Почему я принимаю все эти ограничения? Раньше я был свободным человеком. Зачем я следую этим запретам? К слову, эти вопросы сегодня задает исламская молодежь. Ислам очень строг. Почему в нем столько ограничений и запретов? Это не новые вопросы. Эти вопросы задавали мушерики 1500 лет назад. Почему я должен принимать эту религию, которая накладывает на меня все эти ограничения, когда я могу оставаться свободным? Ширк гораздо более легкая вещь. Ширк гораздо более либерален, чем ислам. Ислам слишком консервативен. Да? В таком случае возникает вопрос, почему столько людей приняли ислам? Они не просто приняли религию, они готовы были умереть за нее, их пытали и избивали, но не могли выбить из них ислам. Их разрывали на части, а они все так же произносили «Ля-Иля-Хай-Ля-Ллах». В чем же дело? К ним обращались их же собственные семьи. Мы любили тебя. Прежде ты был нашей надеждой. Почему ты стал таким? Что стряслось у тебя внутри? Что-то поселилось в их сердцах, и они смогли увидеть ложь вокруг себя. Они стали привержены истине. Подобное будет происходить и сегодня, если мы обнаружим внутри себя по сыру твердое убеждение, только тогда ты доподлинно услышишь слово Аллаха, на себе почувствуешь его. Во всем мире миллионы и миллиарды мусульман. Если подавляющее большинство мусульман являются мусульманами только из-за своих родителей или из-за своего окружения, тогда ислам находится в беде, потому что окружение изменчиво. И когда окружающая среда будет меняться, ислам также изменится. Но если ислам внутри тебя, то неважно изменится окружение или нет, это не повлияет на твой иман. Ислам должен исходить изнутри. Я живу в Соединенных Штатах. Иногда молодые люди подходят ко мне и говорят, «Устаз, очень сложно быть мусульманином в Америке». Я никогда в жизни не слышал ничего более нелепого. 2 плюс 2 равняется 4 в Тринидаде, в Канаде, где-либо еще. Нет тех, кому было бы сложно принять эту очевидную истину. Огонь горит, его нельзя трогать. Эта истина работает и в Америке, и по всему миру. Везде истина есть истина, вне зависимости от обстоятельств. Идея о том, что окружающая среда может ослабить твою веру, означает, что вера пришла к тебе из окружающей среды. Если окружающая среда ослабляет твою веру, значит, вера не поселилась в твоем сердце. Вот почему она слаба. Нам нужно развивать веру внутри себя. Единственный способ развивать веру в сердце – размышлять над тем, что говорит Аллах. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи читал аяты Корана, а люди размышляли над ними. Чем больше они размышляли, тем сильнее они менялись. Вы могли бы создать для таких людей адское окружение, но они бы все равно не оставили ислам. Вы можете их пытать, отбирать у них жилье, заставить их семью ненавидеть их, но они не оставят ислам. Ничто не заставит их покинуть ислам. Сегодня можно заметить, что жизнь многих мусульман стала легче. Я бывал во многих странах в мире. Когда я вижу мусульманские общины в разных уголках мира, я замечаю одну вещь. Чем более богаты мусульмане, тем сильнее отдалены от ислама их дети. Не находите здесь противоречий? Есть люди, которых пытают, но их вера от этого не ослабевает. И тут же есть люди, у которых хорошая жизнь. у них есть PlayStation 5 на первом этаже и на втором. Очень легкая жизнь. Новейший айфон, высокоскоростной интернет, вай-фай, несколько машин в гараже. Жизнь прекрасна. И внезапно у меня появились сомнения насчет ислама. Что происходит? Я скажу вам. Это такое мышление. У меня есть все, что мне нужно. Деньги, развлечения, здоровье, безопасность. Зачем мне Бог? Зачем мне религия? У меня уже все есть. Знаете, откуда приходит это чувство безопасности? Оно приходит из окружающей среды. Люди теряют свою веру из-за окружающей среды. Люди думают, что единственный способ сохранить веру – это хорошее окружение. Давай убежим из Америки. Давайте переедем в мусульманскую страну, чтобы сохранить здоровое мусульманское окружение. Такое мышление противоречит посланию Корана. Наша религия не заставляла людей переезжать в безопасную среду. Наша религия подталкивала людей к тому, чтобы создавать новую окружающую среду. Сподвижники покидали свою родину, они покидали священные земли Мекки и Медины. Некоторые из них оказывались в Индии, другие в Китае. Почему? Они же должны были оставаться в безопасной среде. Зачем они отправлялись туда? Мы забыли суть нашей религии. У меня нет никаких сомнений, в Аллаху алим, что если мы не будем держаться за религию по причине внутренней убежденности, тогда Аллах заменит нас теми, кто будет лучше нас. Если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам. Пусть Аллах защитит нас от такой замены и сделает нас людьми, которые имеют искреннюю связь со словом Аллаха. Пусть Аллах не подвергнет нашу веру и нашу приверженность религии и влиянию извне. Пусть вера горит и светится внутри нас, и пусть вместо того, чтобы окружающая среда изменила нас, мы в конце концов стали теми, кто изменит свое окружение. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ развивайтесь вместе с нами.